Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Денброва и Алексей Шершнев. Смотрите сегодня выпуски. Монумент из тысяч фотографий, уникальный памятник открыли сегодня в Туле. 952 минуты без пропуска мячей у ворота. Арсенал сыграет с одним из самых сильных соперников Премьер-лиги. С 9 часов 8 мая в Тульской области вводится особый противопожарный режим. Это значит, что в это время запрещено ходить в лес, разжигать костры и сжигать мусор. С начала апреля сотрудники пожарно-спасательных подразделений более полутора тысяч раз выезжали на тушение сухой травы и почти столько же раз на тушение мусора. Пожаров в населенных пунктах не допущено. Также за это время составлено более 500 протоколов об административных правонарушениях. Напомним, в случае нарушений физические лица заплатят штраф в 4 тысячи рублей, должностные до 30 тысяч, а юридические до 500 тысяч рублей. За несоблюдение расписания перевозчиков будут лишать лицензии, заявляют в городском управлении по транспорту и подтверждают серьезность своих намерений проведением проверок. Тульские водители абсолютно не согласны с такими методами. Они уверены, что результаты мониторинга, которые приводит администрация, не соответствуют действительности. Тем временем, пока чиновники и перевозчики спорят, тулики ждут транспорт на остановках. Илья Логинов продолжит тему. А почему вас так не устраивает коммерческий транспорт? А потому что они не дают нашему транспорту проезжать на свое место. Все вот забиты. Практически все устраивает. Я в зарече живу. Нормально там у нас. Час пик. Можно и не дождаться нужной машины. Чуть не хватает. Особенно с утра. Общественный транспорт должен пребывать на остановке точно в срок и работать до последнего пассажира вне зависимости от времени суток. Тульские перевозчики с этим согласны. Они заявляют, что расписание соблюдается неукоснительно. Однако результаты последних проверок говорят об обратном. Администрация недовольна работой коммерческого транспорта. Тем не менее, предприниматели уверены, что свою работу выполняли качественно. Протоколы, которые составлены на наши проверки, мы считаем составлены неграмотно, непрофессионально. Но самое основное, что нас постоянно шантажирует, что за невыполнение расписания нас будут лишать свидетельства. Нам прислали уже предупреждения, уведомления и постоянно на каждом совещании Крыгин об этом говорит. Мы готовы сдать свидетельство, если Крыгин возьмет на себя ответственность за перевозки в городе Туле. Постоянные проверки можно прекратить, но транспортники должны подключиться к единому диспетчерскому пункту – ЦДС. Мы не можем понять, если перевозчики говорят о том, что они выполняют всю работу качественно, вовремя, хорошо, что наши проверки не объективны. Но так почему они не хотят просто открыть, сделать свою работу прозрачной и наглядной? То есть для нас это недоумеет. Они сами знают о том, что никакой платы взыматься не будет. Вопрос давно решен, что им дано такое право подключиться туда на безвозмездной основе. ЦДС – не единственное решение проблемы. Сотрудники ведомства практически ежедневно выезжают на конкретные остановки и фиксируют время прибытия транспорта. Если результаты проверок вызывают вопросы, начальник управления предлагает перевозчикам контролировать транспорт совместно с администрацией. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей. Сегодня на аллее победителей Центрального парка имени Белоусова в Туле состоялось открытие монумента «Бессмертный полк». Это семиметровое знамя с мозаикой почти из четырех тысяч фотографий воинов-победителей. Для его создания использованы только реальные снимки, которые жители нашей области в течение трех лет публиковали на официальном сайте проекта «Бессмертный полк». Идея создания монумента родилась еще в 2014 году, а в апреле 2016 была презентована правительство Тульской области. Власти проект одобрили. Около года велась работа по созданию монумента. Пост номер один города Тулы стал серебряным призером на слете мемориальных отрядов постов памяти в Бресте. Наши ребята заняли второе место среди 38 городов-участников. Сегодня участники поездки поделились впечатлениями со своими товарищами и тульским ситименеджером. Подробности в сюжете Софии Кирилловой. Почетный караул на посту номер один с 8 мая 2015 года учащиеся несут круглый год, кроме летних каникул. На вахте ребята стоят 6 дней в неделю с 9 до 14.00. В составе почетного караула 4 поставика и подчастки. Это ребята, которые следят за порядком. Расположен пост номер один в помещении центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания. Но участниками его могут стать ученики любого образовательного учреждения нашего города. Постовиками выбирают ребят лучших из обучающихся центров. Состав караула включает в себя 25 человек. Это часовые, подчастки, начальник караула, помощник начальника караула. Назначается редактор боевых листов. Постовики регулярно участвуют во всероссийских и международных слетах отрядов постов памяти в городах России и бывших союзных республик. Этой весной ребята ездили на международный слет постов номер один городов-героев в Бресте и заняли там почетное второе место. Программа была очень насыщенная. Сначала мы представляли свою команду, свой город. Визитная карточка у нас есть. Мы долго думали над составлением ее. И в итоге она получилась очень яркой, динамичной. Она рассказывала нашу историю города и историю нашего поста. Сегодня ребята делились впечатлениями со своими товарищами, представителями Департамента образования и администрацией города. Глава администрации Евгений Авилов в свою очередь поделился своими воспоминаниями. Ведь когда-то он сам стоял в почетном карауле на посту номер один. И ему тем более приятно, что современные участники поста по-прежнему чтут традиции. Ребята патриотично очень настроенные. Молодцы, хорошо учатся. Есть идея, есть цель в жизни. Очень уважают, ценят и любят наших ветеранов. И достойно несут вахту. В конце встречи Евгений Авилов поделился планами провести подобный слет и в Туле. Ведь нашим ребятам есть, что показать гостям. Тем более, что в ближайший год собираются восстановить исторический центр Тулы и набережную Упы. Но и без нового введения нашему городу есть чем гордиться. София Кириллова, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей. Память о победе должна жить в грядущих поколениях. К патриотическому движению «Бессмертный полк» присоединились и совсем юные туляки. Воспитанники детского сада «Радость моя» читали стихи о войне, рассказывали о доблести своих родственников, участников Великой Отечественной войны. А затем под звуки оркестра ребята прошли колонной вокруг здания детского сада со штендерами, с фотографиями своих героев. Завтра Тульский арсенал в рамках 27-го тура российской футбольной премьер-лиги проведет домашнюю игру с Ростовом. Матч первого круга между командами, напомним, завершился разгромной победой «Южан» со счетом 4-1. Для канонеров это очередной финал. Команда отчаянно борется за выживание. На данный момент туляки находятся на 15-м месте, имея 21 балл. Конкуренты арсенала «Крылья Советов» и «Оренбург» опережают оружейников на 1 и 2 очка соответственно. Что касается Ростова, то команда борется за 4-е место, дающее право выступить в Лиге Европы. Кроме того, оборона ростовчан во главе с голкипером Никитой Медведевым не пропускает уже 952 минуты. Это рекорд чемпионатов России. В общем, тулякам, по мнению экспертов, будет крайне сложно взять очки в домашнем матче. 6 мая в Тульской области пройдет любительское ралли «Драйв-тест». Трасса ралли проходит по дорогам Тулы и Тульской области. Ее общая протяженность около 85 километров. В условиях участия обязательное соблюдение экипажами правил дорожного движения. Интересно, что зачетная трасса ралли не открывается для предварительного ознакомления. Окончание приема заявок на участие 6 мая в 8.45. Автопробег в тот же день стартует от мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества». Это все, что мы успели рассказать вам к этой минуте. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. Ведущая программа поделится с вами самой достанерной информацией. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsm24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями. Телефон редакции 254545. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14 и 19 часов ежедневно погоден. С вами был я, Алексей Шершнев. Светлана Денброва. Увидимся. А пока реклама. В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Здравствуйте, с вами я, Мария Мардвинцева. 6 мая была распространена традиция устраивать гуляния на улицах. Говорили, что именно в этот день наступает весна, и роса приобретает целебные свойства. Чуть позже я поделюсь с вами своими знаниями об этом дне, а пока о погоде. В Алексине градусник термометра покажет плюс 10, плюс 18. В Ефремове плюс 13, плюс 21. В Белеве плюс 10, плюс 19. В Новомосковске плюс 11, плюс 20. По прогнозам на 6 мая температура в Туле будет колебаться от плюс 4 до плюс 15 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 40-56%. Ветер северный до 7 метров в секунду. На следующей неделе возможны возмущения магнитосферы Земли. Следите за здоровьем. Росу 6 мая можно было использовать в целебных целях. Для лечения самых разных болезней и снятия с глаза, так как она приобретала целительную влагу. Однако такую росу можно было собрать только до восхода солнца. 6 мая на свет появляются майские жуки. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды, чудесных выходных. С вами была Мария Мардвинцева. Увидимся завтра в это же время.